Добрый день. Ну что, у вас там хорошо? В целом, у нас обстановка достаточно хорошая. Спасибо вам за поддержку. Мы сумели получить с Федерации 54 миллиона. Ваше письмо очень сплошно сработало. И в Министерстве экономики это тот решающий момент. Деньги уже пришли в Федеральное казначейство. Мы сейчас объявили конкурс электронной торги. Я думаю, что только июня все завершится. Начнем строить детские сады. Это очень здорово. А у вас сейчас какая очередь здесь садится? У нас порядка 300 человек. Но мы как-то стараемся это сбалансировано за счет уплотнения групп. За счет, скажем, детки болеют. Мы сюда стараемся уплотнение групп. У нас примерно получается 10-12%. Но в целом нормально держимся. У нас 99% в принципе. Но у нас последние годы. Это от какого возраста? Мы берем с года. С года, да. А с трех у вас? С трех все обеспечены. А у Варуши пока так? С годика до трех. Здесь есть какая-то. В прошлом году мы у вас две группы дополнительные сделали. Какие у вас планы по благоустройству? На такую сумму что сочет? Значит, нам область в этом году запланировала 18-20 миллионов. Плюс примерно миллионов пять мы скачали в местном бюджете. Это только на благоустройстве порогов, территорий, на озеленение. Вот те ваши замечательные годы, потому что мы определили. Мы постараемся это повести в порядок. Плюс на дороге. Значит, на дороге нам беспрецедентно большую сумму выделили. Значит, 32,70 миллиона. Это прорыв будет хороший. Я думаю, что даже вот на... Ну, у вас же так неплохие дороги. Неплохие. Ну, у нас есть ряд улиц, которые без дорог мы жилье сделали. Значит, люди там живут. Дороги в таком высыпном варианте. Мы сейчас отпринем вариант. Надо большое внимание будет уделять дворам, потому что дворы не рематериозы 30-40 лет, 50 лет. Да. Мы в прошлом году начали за счет местного бюджета. 10 миллионов у нас было. Но на самом деле мы часть использовали на расширение парковочных мест, потому что в городе 26 тысячи рублей по педагогу. Сейчас общая тенденция не ромает. Автомобилей будет много и будет еще больше. Мы должны просто... Это уже тогда, конечку, готовить водник, парковки, новое все строительства и какие-то реконструкции, совершенно от того, что много автомобилей. Все, они уже есть, они и будут, и будет еще больше. Это сейчас еще пожилое поколение. Многие не ездят на автомобилях. А вот люди посмотреть на другие страны, где автоматизация прошла раньше, все пожилые люди также на автомобилях. Только 18 лет в Солнб, вступил автомобиль, и ездишь на 80-ти. Мы стараемся по парковкам серьезно тоже продвинулись. В прошлом году мы порядка шести новых парковок стали делать за счет с бизнеса. Две парковки сделали муниципальных на местах, повороты по улице и так далее. То есть динамик очень неплохой. Я думаю, что мы постараемся ситуацию улучшить. Значит, предприниматель, который мы рассматривали на комиссии здесь, он готовит... Завод приводного техники. Да, завод приводного техники. Да, документы готовятся. Я так понимаю, что по вашему поручению с Министерством экономики все согласовывается. Динамик идет, они к нам настроены в понедельник уже приехать, чтобы мы посредственно на месте решали вопросы. Проект, похоже, очень серьезный. И он даст просто сумасшедший плачок вообще в целом развитию города и той зоны. Если в целом рассматривать эту зону, Озерск, Снежинск, Косли, частично Каштин еще, можно сказать, что тоже в этой зоне, то два-три таких объекта подобных, и все, и там будет... Высокий технологический уровень, хорошая занятость, то есть вот хорошая зарплатная плата. Кстати, завод по керамической плитке вводит в этом году четвертую линию. То есть они вот достроили этот проект? Да, сейчас буквально, я думаю, что вверху будет уже начинать работать. У нас окончательно платка оборудована. А школу вы достроили частично? Мы не просто частично, мы уже продвинулись серьезно, в учебной все готовы, спортзал работающий, актовый зал этим годом, но я думаю, даже концом лета закончим. Вот проблема с бассейном. Вы касаете, вы касаете? У нас еще и не отличается современным стандартам. Я не знаю, с каких соображений были мысли у тех, кто строил. Он не 15 метров, а 24 с половиной метра. И вот эти полметра, они будут... Ну, это будет чашка просто для купания. Вот мы сейчас, в общем, надо поманку разломать, там все увеличить, значит, на... Ну, только спортивные соревнования, наверное, как положено. Ну, и оборудование, и все остальное уже как бы устаревшие проекты. Деньги уже пришли. Ну, я вообще сейчас скажу о бассейне. Давай, где-то. Ну, то есть, в этом году вы считаете, что у вас... Бассейн. Строилизм нет. Бассейн, ладно. Очень много объектов, которые мы не можем сделать за один год и хотим. Понятная ситуация. О благоустройство у вас ситуация пройдет. Мы можем, что хорошо, да. При вашей поддержке много. По ремонту дворов? То же самое. Мы в прошлый год начали, в этом году продолжим. С освещением у вас в городе в порядке? Есть проблемы. Но мы постарались за зиму сделать несколько проектов, и ряд улиц у нас будет просто хорошо, декоративно сделано, так, как вы вот сказали, чтобы радовать. Потому что, действительно, в Новый год будет дополнительная иламинация. Она вроде бы ночь-праздничный характер, а в зимнее время она просто как дополнительное освещение. В зимнее время мы тоже поправим центральные улицы и скверы. На следующий год надо все города, особенно центральные улицы и знаковые улицы, надо же быть просто все в горляндах. Это веяние времени, к этому мы приходим, надо рассчитывать, что не какая-то, может быть, единовременная акция, а зимой нет листвы, не хватает солнца, значит, пусть иллюминация будет. Стоит она недорого, и муниципалитет, но до муниципалитетов они очень затраты. У нас предприниматели еще помогут, я думаю, что мы общими силами как бы... Значит, сейчас мы решаем вопрос о том, что штрафы вы будете собирать сами, объем штрафов увеличены сами. Но у вас, в принципе, город ухоженный. Вот сегодня как раз работает комиссия в 48-м. Не вырезайте палку, чтобы бизнес не жаловался. Вы знаете, мы больше оказываем не бизнес, а безобразников, которые ставят свои машины на газоны и которые тихонечко ночью выбрасывают мусор на неэссоциированной свалке. Вот с ними сейчас борьба. Установили мы видеокамеры, некоторых уже показали по местному телевидению. А вот это правильно, правильно. И я думаю, что вот... Только надо заранее объявлять, что стоят камеры, чтобы уже человек заранее был предупрежден об ответственности, потому что когда он это случайно выбросил, а потом оказалось, что вот камера есть. Это вот как бы... Нет, мы говорили об этом давно, говорили, что... Всю жизнь выбрасывал, вдруг камера появилась. Нет, я думаю, что в целом люди все-таки берегут свой город, свой двор, и я думаю, что это переборит тоже. В мире очень высокий штраф. Просто гигантские штрафы за мусорную территорию. Выкинуть из машины жвачку и опоры это стоит просто гигантских денег. А уж я не говорю о том, что мусорное ведро где-то выкатывает, это вообще ЧП, в мире не приемлет это, поэтому когда мы бываем в развитых странах, на которые мы хотим равняться, там чисто. у нас на прошлой неделе пытались как выпросить диван, но их засняли и показали по местным телевидениям, отец с сыном. Ну, я думаю, что это повлияло позитивно и многим очень не понравилось, что вот такое. Платят люди, большая часть людей хочет, чтобы город был чистый, красивый, это по определению. Ну, есть люди, которые вот как-то ведут такой образ жизни, асоциальный, но их поправят. Но у вас все равно он, наверное, самый украшенный город в области. Благоустройство. Есть устроенные. Нет, но тем не менее, то есть он... Постараемся? Город был спланирован уже в советское время позднее, то есть спланирован хорошими архитекторами. Компактные. Большое финансирование шло по тому штатам на области года. И город закрытый, соответственно, меньше преступности. Некоторые позитивы там есть. Очень много людей с высшим образованием, то есть очень много ученых живет и тоже нападают свои позитивные печали. Ну и большую ответственность для работы с таким силенем. Нет, конечно, работать с таким привык как себя не очень быстро. Ну и в Азерске, например, а такой же состав. Они чуть-чуть, они... Небольшое, как бы, отстанье, но они будут очень сильно подтвержены партию. Мы, конечно, хуже появились. Я думаю, что в следующем году мы статус поправим. Здесь, наверное, связано.